Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Нет предела наглости. Недобросовестные застройщики, нарушающие законы и правила, ожидают решения суда и продолжают строить. Молодежь Анапы против игровых автоматов и горных зон в городе. Привлечение медработников и улучшение жилищных условий бюджетников обсудили на планерке. Воинам-афганцам слава. В Центре культуры Родина участников боевых действий наградили юбилейными медалями. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Власти Анапы продолжают отстаивать право добросовестных анапчан жить в благоустроенном городе. Самовольно возведенным домам и гостиницам в Анапе места нет. С исками о запрете и сносе самостроев власти города обращаются в суд. И пока дело решается в высшей инстанции, нарушители продолжают строить. Будь то принципы совести и справедливости их не касаются. Самострои создают большие проблемы для города и жителей, нагружая инженерные сети сверх предела. В некоторых домах выше пяти этажей отсутствуют лифты, пандузы, стоянки для автомобилей. Есть и другие нарушения градостроительных норм, как, например, в строящемся здании на бульваре Евскино-18. Вместо двухэтажного кафе, на строительство которого выдано разрешение, выкладывается уже четвертый этаж. Этот объект по решению суда признан самостроем и подлежит сносу. Разрешение на строительство, безусловно, было отменено в связи с тем, что застройщикам были нарушены условия его выдачи. И существенные отклонения, допущенные от технических параметров, выданного разрешения на строительство. Как мы видим, работы продолжаются, что свидетельствует о бездействии службы судебных приставов, так как в рамках заявленных исковых требований было заявлено также ходатайство о применении обеспечительных мер в виде ареста объекта, что включает в себя в том числе запрет на осуществление строительства и запрет на осуществление регистрационных действий в отношении объекта капитального строительства. Владелец объекта зря тратит свои средства на стройку. Самострой придется сносить. После вступления в силу решения суда, которое по истечении месяца предоставленного для его обжалования, либо после принятия решения судово-апелляционной инстанции, администрации будут приняты меры к сносу указанного объекта. В случае неисполнения в добровольном порядке решения суда застройщиком, администрация будет вынуждена самостоятельно осуществить снос. Проблемные дома, возведенные без разрешения или с нарушениями оформления, и впредь будут сноситься. Возврата к практике строим, а потом приводим в порядок документы, на курорте не будет. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Молодежь проводит пикеты против незаконной игровой деятельности на территории Анапы. Акции уже проходили возле торгово-развлекательного центра «Алиса» и на центральном рынке. На этот раз активисты Анапского местного отделения «Молодая гвардия Единая Россия» собрались у игрового терминала на углу улицы Страханская-Терская. С плакатами «Долой!» и «Горный бизнес!» «Стоп игра!» молодежь привлекает внимание и выражает свою позицию и взгляды. В Анапе, несмотря на запрет, все еще работают игровые терминалы и клубы. Полиция пресекает их деятельность, но самые предприимчивые нарушители открывают новые клубы в новых помещениях. В последующем правоохранительные органы смогли пресечь эти незаконные игровые клубы. И больше эта зараза не распространялась на территории Анапы. Мне кажется, люди вкладывают деньги и ничего в итоге не получают. Больше, наоборот, денег не получают и только больше тратят. Анапчане с одобрением относятся к протесту молодогвардейцев. Эта акция не последняя. Подобные пикеты молодые люди планируют устраивать и дальше, пока все азартные места в Анапе не останутся в прошлом. Программа развития здравоохранения и улучшения жилищных условий медработников. Мэр Анапы Сергей Сергеев определил конкретный срок. Ровно через неделю ответственные должны отчитаться о начале действия этих программ. Задачи на неделю и долгосрочные поставил мэр Анапы на очередном планерном совещании. За неделю сотрудники полиции проверили 67 иностранных граждан. 23 привлекли к административной ответственности. Выходцев из Узбекистана и Украины оштрафовали за нарушение правил пребывания в России и принудительно выдворили из страны. Гражданина Армении привлекли к ответственности за хранение наркотических веществ. Пока нарушитель отбывает срок наказания 15 суток. Готово распоряжение о выдворении его за пределы России. Закон и порядок едины для всех. Это правило и принцип работы напомнило чиновникам первой вице-мэр Анапы Светлана Ировая. В 2013 году 67 анапчан смогли улучшить жилищные условия. В администрации таким результатом недовольны. Показатели должны быть выше. Каждый глава должен проявить, на мой взгляд, заинтересованность о населении в данном вопросе. Потому что если они будут приходить ко мне напрямую и рассказывать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий, и после консультации у меня и в жилищном отделе решать этот вопрос, я буду считать, что вообще ничего не делается. Я лично проконтролирую каждый сельский округ, когда наши специалисты выезжают специально. Пожалуйста, время удобное для населения. 17 часов в 17, в 19 вечера в 19, в субботу, в субботу. То есть я жду от вас конкретного участия и вашего предложения в этом вопросе. Две программы развития здравоохранения и улучшения жилищных условий. Медработников должны быть готовы через неделю. Мэр Анапы Сергей Сергеев установил крайний срок. Через 7 дней две программы должны начать действовать в городе. Положительные результаты решения проблем в медицинской сфере уже есть. По детской поликлинице я уже являлся по регистратору. То есть мы на правильном публике. Женщина судила, пишет. Пришла очередь денег. Вы от меня никогда не слышали и никогда не услышите, что это не мои полномочия. Любую тематику я готов разрешать и оказывать помощь на себе. По поручению Сергея Сергеева составлен список объектов, введенных в эксплуатацию через суд. Некоторые хозяева земельных участков переоформили целевое назначение земли. Некоторые продолжают скрывать доходы и не платят налоги. 32 объекта власти города намерены вернуть в муниципальную собственность и обжаловать прежнее решение судов о передаче муниципального имущества в аренду частным лицам. 6 миллионов рублей у муниципалитета утащили судебным решением на прошлом. Вот они и детские сады, дорогие друзья. Если кто-то думал, что я буду молчать, я не буду молчать. То, о чем я сказал сейчас, я продублирую и на имя губернатора, и найду возможность. Хватит. Кинотеатр за 7 миллионов отняли у муниципалитета вместе с землей. Вот он, в центре, в парке. За что? Да этот кинотеатр можно было на детский сад обменять. На 200 мест. Еще бы и долг остался. Второй кинотеатр отняли судебным решением. Детский парк отняли судебным решением безвозмездно. Половину собственность, половину в аренду. Сколько это будет продолжаться? 43 предпринимателя не прислушались к единому для всех требованию установить урны у магазинов и кафе. До конца недели есть время привести улицу Крымскую в порядок и выполнить распоряжение администрации. Сергей Сергеев отметил работу и поблагодарил сотрудников МУПАКУ за уборку и порядок на пляжах. Изменения в лучшую сторону заметны. И в завершении планерного совещания мэр Анапы поздравил сотрудников транспортной полиции. 18 февраля это подразделение отмечает профессиональный праздник. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В Центре культуры Родина в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана состоялся праздничный концерт. Власти города поздравили воинов-афганцев и торжественно вручили юбилейные медали. Более 13 тысяч матерей не дождались своих детей с Афганской войны. Заместитель мэра Анапы Олег Костенко вручил юбилейные медали. 25 лет вывода войск из Афганистана мамам погибших анапских ребят и участникам боевых действий. Большинство тех, кто побывал в Афганистане, не вспоминают про тяжелое военное время. Зато с удовольствием говорят о жизни после войны. Все доброе и хорошее. Даже ребята, кто у нас переломало и ранен, и то встречаемся. Все бы из нас вернулись туда, там была другая жизнь. Все это вспоминается с добрым сердцем. Какие были солдаты, какие были отношения между офицерами, между солдатами и так далее. Поэтому нельзя сказать, был негатив, но больше было позитива, конечно. От имени Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Старостин награжден орденом за заслуги. Медалью за отвагу наградили Виктора Бычкова. Участник боевых действий в Эфиопии Юрий Гончаров награжден медалью за верность долгу и отечеству. По приглашению афганских ветеранских организаций Анапы для собравшихся в зале выступил солист ансамбля «Шурави» Виктор Резниченко. В этом году коллективу исполнится 10 лет. Средства от концертной деятельности они передают в фонд помощи инвалидам войны в Афганистане. Многие в зале подпевали знакомым песням. В завершение встречи все участники военных действий в Афганистане получили юбилейные медали. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Спортсмены Анапской школы боевых искусств Южный Будакан привезли золото и серебро с первенства края по ушу Саньда. И сразу после возвращения продолжили тренировки. Впереди целая серия ответственных турниров. В случае победы анапские борцы будут представлять России в составе сборной на чемпионате Европы. Тренирует спортсменов Арсен Курбаналиев. Чтобы подготовить детей к этим соревнованиям, сенсей Арсен Курбаналиев, обладатель четвертого Дана, специально посетил знаменитый монастырь Шаолинь в Китае, где ознакомился с методом подготовки спортсменов. На первенство Краснодарского края съехались лучшие бойцы из Тимашевска, Кореновска, Белореченска, Новороссийска, Геленджика и Лобинска. Наш город представляли шесть ребят из клуба Южный Будакан. Результат не заставил себя ждать. Все бойцы в категории 12 и 13 лет стали призерами этих престижных соревнований. Шесть спортсменов завоевали три золота и три серебра и заняли третье общекомандное место. Наша команда еще молодая в этом направлении. Мы занимаемся только всего лишь полгода. Результаты у нас такие хорошие, потому что мы уже работали в смешанных единоборствах. Мы чемпионы края по кабудо. Мы выступаем по тайскому боксу, по кикбоксингу. И как бы результаты все ребята уже у нас чемпионы, просто немножко по другим направлениям. Я считаю, через года четыре наши ребята уже вполне могут представлять Россию на чемпионате в Гонконге. У Шу Саньда отличается от других видов единоборств с сочетанием ударной техники и бросков. Напоминает кикбоксинг с бросками. Лучшим бойцом краевых соревнований признан анапчанин Критари Дмитрий. Он показал хорошую технику с мгновенной реакцией на действия противника. Дима учится в шестом классе в гимназии Эврика. В клубе Южный Будакан занимается семь лет. На татаме он самый смелый, а в целом очень скромный. Я выступал на чемпионате Европы и мира во Франции. На чемпионате мира я стал третьим и на Европе я стал третьим. Он поскромничал, потому что на чемпионате мира в Карижи он стал первым. А вот там несколько разделов есть. В одном разделе он стал третьим, а в другом как бы он стал первым. Именно его умение работать на тренировку в полную силу – это один из принципов кунг-фу. На каждой тренировке нужно становиться лучше во всех направлениях – в растяжке, в технике. И вот Дима, он пример всем остальным детям. То есть он работает на все сто. Даже кто не приходит на тренировки, говорит, вот это настоящий, то есть боец. Сейчас юные спортсмены готовятся к первенству Юга России, который будет проходить в Приморско-Ахтарске. Туда приедут сильные команды из Волгограда и Адыгея. Это как бы наши основные конкуренты. Если же ребята выиграют, они поют на чемпионат России. Если же на чемпионате Россию, я думаю, финал Чивкин-Семен у нас очень сильный боец. Он дерется даже на категорию выше всегда. То есть своей весовой категории и на 5 килограмм выше. То тогда его уже ждет чемпионат Европы. В сборную края по ушу Саньда вошли пока четыре воспитанника клуба. Но перспективы у юных спортсменов отличные. По комбат самообороне и другим смешанным единоборствам воспитанники клуба «Южный Будакан» не раз становились призерами мировых чемпионатов. Вадим Родин, Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа-регион. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 19 февраля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 6-8, ночью до плюс 5 градусов по Цельсию. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова